Время, которое свободно от коммерческого туризма и коммерческого каякинга, я пытаюсь разведывать всякие новые места. И вот, собственно, как раз в этом году, вам в октябре удалось разведать прям новое место. Я это сделал не один, а со своими друзьями из команды World School. В общем, у нас была такая очень сильная банда российских каякеров, и разведали мы место под названием Мегавая. Слышал когда-нибудь о нем? В общем, русский человек мог слышать о Мегавае только в одном контексте. Если это была классная география в школе, то об этом напоминали как в самом влажном месте на планете. В общем, больше про Мегаваеву, знаете, абсолютно нечего. Так, сейчас я покажу, где это. Слушай, а это ты говорил, что модные каякеры были форсов тоже с вами любят? Нет. В общем, вот эта красная фигуля, это и есть Мегавае. Вот, вот весь вот этот вот индийский афиндекс, это называется Северо-Восток Индии, это такая самая неразвитая и отставая часть страны. И вот красная, это как раз штат Мегавае. В общем-то, до нас никто из русских там не был, да и собственно каякеры, ну вообще сплавляться там кто-то начал в 2012 году. Кто-то из британских каякеров подумал, что в самом важном месте должны быть какие-то речки, глянул на карту, обнаружил, что там есть какой-то перепад. И как бы съездил туда, и то, что они там нашли, в общем, поразило их до глубины души, и многие до сих пор там так и живут. Вот, понастроив там всяких разных странных штук и пытаясь заниматься там то коммерческим каякингом, то просто катаясь для себя. То есть, как бы, по сути дела, прошло лет совсем немного. Ну и мы вот решили, в общем, выбраться туда. Ну и выбрались. И мы провели там весь октябрь, прокатили практически все, что там в тот момент работало, по уровню воды. В общем-то, было очень классно. Вообще, Мегалая переводится как обитель облаков. То есть, Хималая, ну, Гималая это обитель снегов, а Мегалая обитель облаков. И как бы название очень четко, в общем-то, раскрывает смысл, почему, ну, я там потом расскажу. В общем, название дано не просто так, оно реально что-то значит. Вот, находится как бы это вот все на северо-востоке Индии, попасть туда не так-то и сложно. Вот, но никто, как бы, почему так это место классно никто долго не разведывал, потому что вот это вот все, это же Гималая. Вот, и все петли туда, то есть, там-то уж там-то точно есть, это же самые высокие горы, там все классно, все есть, а вот это маленькое местечко, оно как бы никого никогда не привлекало. Вот, пока туда не съездили британцы и не офигели от того, что они там нашли. Вот. Собственно, Мегалая это место уникальное. Оно уникальное не только для Индии, но и, в общем-то, для Евразии в целом. Это такое уникальное сочетание многих факторов, про которые я расскажу подробнее. Первое, это геология. Мегалая это плато, это оно вот ровное, как стол, которое на юг обрывается очень-очень круто, и на север обрывается очень-очень круто. Вот здесь вот, ну, небезызвестная река Брахмапутра проходит. Ну да, Брахмапутра, она называется Брахмапутрой, там, где она уже совсем гладкая. Это индийское название. Да, вот Брахмапутра, а вот здесь вот Бангаладеш. Вот, соответственно, Брахмапутра это такая яма, здоровенная, долина такая. Бангаладеш тоже абсолютная равнина. Так вот, как так получилось, что образовалась плато, высочайшая точка которого 2000 метров, и которая очень резко, там, за считанные километры обрывается практически до нуля. Ну, в общем, индийский субконтинент, он когда-то существовал отдельно от Евразии, и он в нее врезался. И там, где индийский субконтинент ушел под Евразию, начали расти горы, которые сейчас известны как Гималая. Вот, поскольку это произошло по геологическим меркам относительно недавно, и, как бы, столкнулись две материковые плиты, Гималай и самые высокие горы. Вот, но, как бы, индийская плита, она, когда врезалась в Евразию, давление было настолько высоко, что плита вспучилась, и образовался такой горб. Вот, поначалу это же был океан, на этом горбу, он был очень высокий, и там было примерно несколько километров осадочных пород, которые, заходите, присоединяйтесь, вот, которые, в общем, в течение тысячелетий, а то миллионов лет, при помощи ветра, а самое главное дождя, все эти осадочные породы смыло. Вот, часть ушла в Брахмапутру, и то, что вот туда ушло, оно образовало дельту Брахмапутра, самую большую дельту на планете, а то, что смыло на юг, образовало равнину Бангаладеш. Бангаладеш, прям, абсолютно плоская такая сковорода. Вот, а под осадочными породами были коренные породы. И, в общем-то, самое главное, что нужно знать каякеру в геологии, каякеру или, там, сплавляющимся человеку, в геологии Бигава, это то, что это плато, и то, что это чистые коренные породы. Это вот, в России ничего похожего нету, даже близко. У нас вообще очень мало рек с выходами коренных пород. Может быть, только что в Карелии, но это там, да, детский сад. Бойский. Ну да. Вот. Норвегия, или коренные породы. Вот, больше, вот, в азиатской части ничего похожего нету. Это прям вот чистый, стопроцентный, неразбавленный в Бедрах выходы коренных пород. Вот. Откуда я все это знаю? Вот, оттуда, что один из первооткрывателей, Мигавай, мой друг, Хаум Стронг, он геолог, он защитил кандидатскую, то ли кандидатскую, то ли диплом написал, в общем, по геологии Мигавайи. Рассказывал нам кучу интересных историй про это. Вот. Что такое выходы коренных пород для нас, появляющихся человеков? Вот такие штуки. То есть это высокие чистые сливы, которые падают вот такими ступеньками. Вот. Ну, это, конечно, самый большой водопад из тех, которые кто-то из нас проехал в Мигавайи. Но вообще, в целом, там достаточно дофига всего такого. То есть это короткие локальные пороги, с плюс до него, плюс после него, на уклон вот такой, на самом пороге. Река корейского типа. Река корейского типа. Да, река корейского типа, так уклон умноженный на 100. Но в целом, да, именно такая. Вот, вторая удивительная штука про Мигавайи. Это ее климат. Ну, Мигавайи – самое важное место на планете. Просто вдумайтесь в цифру того. В год выпадает 13 тысяч миллиметров осадков. Заходите. 13 тысяч миллиметров осадков, то есть это как бы 13 метров, почти с пятиэтажный дом. То есть это прям, ну, такое чудовищное число. Естественно, климат там муссонный. То есть муссон начинается где-то в мае и заканчивается в августе-сентябре. В это время там, ну, я не знаю, как там люди живут. То есть там все время дождь идет стеной. Там выпадает чудовищное количество осадков. Но не надо думать, что, как бы, если муссон кончился, то ничего такого уже не будет. Там очень влажно даже в сухой сезон, как называется, сухим у них. Например, даже если нет дождя, даже если абсолютно голубое небо, ты такой, хм, посплю-ка я, пожалуй, под открытым небом. Стоит просыпаешься от того, что спальник насквозь мокрый, все вокруг насквозь мокрое, потому что рассы выпадает какое-то чудовищное количество. Также время от времени, даже в сухой сезон, возможно, что из Индийского океана принесет влажные воздушные массы. И вот мы, например, были тому свидетелями, как в один прекрасный момент мы собирались на достаточно сложную речку, и наши британские друзья присылали нам смс-ку. Чуваки, срочно-срочно проверяйте прогноз и никуда не едьте. Мы такие, что такое, давайте-ка посмотрим. В прогнозе написано, завтра выпадет 160 миллиметров дождя. Выпало. Мы видели. Все речки изменились прям полностью до неузнаваемости. Заработали ручьи, которые были полностью сухие, а те речки, в которых там было по колено воды, стали превратились просто в невероятные чудовищные потоки такие филиалы Карагенского прорыва. Вот, почему получилось так, что Мегавайя – это самое важное место на планете? Из Индийского океана влажные воздушные массы перемещаются на север. И первое препятствие, которое они встречают, это вот именно Мегавайское плато. Высотой не такой большой, 2000 метров. Важно, ну, облака за него цепляются, и все это выпадает там в огромных количествах прямо в Мегавайи. После того, как воздушная масса это полегчала, она переваливает благополучно через плато, упирается в Гималайи, и там выпадает остаток. Вот. Поэтому в, как бы, в Гималаях, на самом деле, вот там в Руначале, то, что севернее, там гораздо все суше, чем в Мегавайи. В общем, вот эти вот два сочетания, огромное количество осадков и реки, которые образованы, пороги, которые образованы выходы на коренных пород, делают Мегавай абсолютно уникальным местом. Потому что больше такого, ну, пожалуй, ну, я вот точно не знаю. Вот. Тем более для Азии, где вот речки совершенно другого типа, в общем, место особенное, специальное. Вот. Теперь расскажу немножечко про население, которое там живет, потому что это тоже очень интересно, это во многом определяет, кто как Мегавайи выглядит. Мегавайи – это территория племен. Вот все думают, что Индия – это какая-то такая однородная масса индусов. Нифига, в Индии живет больше тысячи разных народностей, которые говорят на тысячи разных языках, исповедуют десятки разных религий и так далее. Вот Мегавайи, даже по индийским меркам, это что-то особенно специальное. Мегавайи – это территория племен. Всего каких-то 150 лет назад эти люди в прямом смысле жили на деревьях, строя бамбуковые, строя из бамбука и лиан себе хижины где-то вот в кроне. А в основных племен три – это Кхаси, Гаро и Джантия. Самое смешное, что они, все эти племена крайне, ну в общем люди крайне маленькие. Средний рост мужичка местного метр пятьдесят. И там все очень маленькое, ты находишь к ним в домик, и все маленькое. Ты тебя там чувствуешь прям таким великаном. Я там даже при своем более чем среднем росте чувствую себя прям огромнейшим чуваком. Три племени разговаривают на трех разных языках. При этом все они исповедуют христианство, что удивительно. Так получилось, потому что вследствие колонизации. До того, как пришли британские колонизаторы в Индии, в то, что сейчас называется Индии, Мегавайи – это была ничья территория, то есть это был такой просто такой wild west, в общем. Никакой власти там не было, племена эти жили сами по себе в джунглях, на деревьях, и все у них было хорошо. Британские колонизаторы в Мегавайи принесли на удивление больше хорошего, чем плохого. Они просто, видимо, не успели оттуда начать вытягивать ресурсы. В результате колонизации, в общем, они принесли туда, по сути, дело цивилизации, в том виде, в котором мы ее знаем, дороги, британский латинский алфавит, потому что письменности у местных племен не существовало, медицину. Ну и самое главное, конечно, христианство. Миссионеры до сих пор очень активны в Мегавайи, например, можно из джунглей, из какой-нибудь такой маленькой-маленькой крохотной церкви ночью слышать проповедь. Это такой сюрреализм просто невероятный. Все местные достаточно неплохо говорят по-английски, опять же, вследствие этого. Лучшие школы считаются миссионерские школы при миссиях миссионерских. В общем, по-прежнему там вот такой вот интересный микс с христианства, племенной культурой и, в общем, такой достаточной дичи, достаточно высокой. Несколько забавных фактов просто о мегавайцах. Первое, то, что они очень мелкие, что очень прикольно, потому что они вот такие вот. А второе, у них там матриархат. Все важные решения применимают тетки. Тетки, например, там фамилия наследуется по женской линии, имущество наследуется по женской линии. Весь штат целиком, у мужики и тетки, сходят с ума по трофейной рыбалке. То есть они постоянно рыбачат, не прекращая. Они настолько этим увлечены, что они даже... А, ну вот это, например, фотография с местными жителями. Сережа Большой Белый Великан, Сережа Ильин среди них. Это обитатель джунглей, я про это еще потом расскажу. Вот, это, например, рыбаки местные. То есть мужикам, ну мужики там вообще особо ничем не занимаются, никакой бизнес их нафиг не интересует. Всяким мелким бизнесом занимаются тетки, а мужики занимаются рыбалкой. И вот, например, они вот на берегу реки, абсолютно дикой, мы вот нашли четверых чуваков, которые просто уехали в джунгли и рыбачили. Вот они поймали такую рыбину, мы просили их ее продать, они такие, не-не-не, вы что, это наш трофей, нам его показывали друзьям всем. Вот, всякие там сети, электрудочки они не признают, они вот, значит, у них настоящая трофейная спортивная рыбалка. Очень забавно. Притом, с ума сходят по рыбалке, что мужики, что тетки. Вот. Они, например, даже строят на стенах каньонов и близ реки вот такие вот временные домики для того, чтобы там жить и рыбачить. Вот. Когда британцы выходили из Мегавая, в общем, жители Мегавая на самом деле не хотели оставаться с колонизаторами и с Индией иметь ничего общего особо не хотели. Но, как бы, деваться было некуда, британцы им сказали адьос, счастливо, и, в общем, к Индии пришлось присоединиться. Но Мегавая сумела выторговать себе очень хорошие условия защитой племен. Так, например, жители местные не платят налогов никаких, и самое главное, что землю покупать могут только местные, только представители племен. И это оказало, на самом деле, огромное влияние на то, как выглядит Мегавая, потому что местным пофиг на всякий бизнес, им пофиг особо на деньги. Они просто взяли и не стали, как бы, распахивать эти джунгли все для того, чтобы засадить, там, не знаю, рис или там пальмы какие-нибудь, или продавать землю корпорациям крупным индийским. Вот им нравятся джунгли, им нравятся рыбалки. Вот эти джунгли, как были там 50 лет назад, 100 лет назад, 1000 лет назад, вот примерно в таком виде они и остались. Просто потому, что никто, кроме местных жителей, эти джунгли купить не может. Вот. Кстати, про джунгли. Джунгли там самые, что ни на есть, настоящие. Там есть малинье, правда, ее не так много, как в Уганде, например, но, в общем, подхватить можно. Там есть добрый десяток всяких тропических инфекций. Джунгли самые настоящие, то есть, как бы, через них особо не пройдешь. Там все в колючках таких, хороших. Вот. Там есть змеи, есть пауки. Вот такие. Вот эта штука, она была размером с пуа. Вот. Но, правда, вот этот не ядовитый. Вот. Но они, как бы, слетают такие паутины огромные, через которые ты просто не можешь пройти. Вот она там, где-то вот там начинается, где-то там заканчивается, вот там перегораживает все на свете. И в центре сидит вот такой дружище. Выглядит достаточно прикольно. Вот. Единственное, что сделало джунгли чуть более безопасным, местные жители взяли и сожрали всех крупных хищников. Вот. Вообще, в отличие от всей странной Индии, которой на 60% вегетарианцы, в мигавае едят все. Начиная от лягушек, заканчивая саванами. Вот. Они едят коров? Они едят коров. Это самое удивительное. То есть, вообще, там коровы в Индии гораздо более защищенные существа, чем люди. Законом гораздо более защищенные. Но мигавайцы на это все плевали. Например, я слышал историю про то, что те мигавайцы, которые живут где-нибудь в Дели, они когда приходят, приезжают домой, покупают там говядину, а потом как наркотики контрабандой провозят ее к себе там в Дели. И в связи с этим, кстати, мигавайская кухня, она такая особенная, это единственное место, где можно реально сожрать говядину или свинину. Но в целом они там особо не парятся и не заморачиваются за это дело. Вот. То есть, там... Если они всех съели, говядину берут? Ну, как? Они разводят там всяких свиней, коров. Вот. Лягушек, они как бы сами разводятся. У меня есть прекрасная фотография для Инстаграма. Я не буду ее показывать с лягушками. Из таких крупных опасных животных, которых можно встретить в джугле, остались слоны дикие. Мы сами слонов диких не видели, но мы видели слоновьи какашки и видели тропы, которые просто выглядят как такой тоннель в джугле. И пару лет назад с британцами, с британскими каянкерами произошла забавная история, когда они решили заночевать на старте реки. В один час ночи к ним пришли в гости стадо диких слонов, и оставшуюся часть ночи они провели, сидя на деревьях. Кто, слоны? Нет. А эти снарядные что было? Ну, в общем, на удивление, слоны ничего не потоптали как-то. Это были какие-то мирные дикие слоны. Но вот просто тем не менее можно взять и встретить дикого слона. Почему нет? Но вся вот эта вот история о том, что джунгли, они остались практически в первозданном виде. Это прям дорогого стоит. Это настоящий тропический лес. Теперь, что касается инфраструктуры. Ну, понятно, что место, где есть куча классных рек, туда невозможно добраться, потому что там нет дорог. Оно нафиг никому не нужно. Вот, если туда на вертолете за сто пятьсот тысяч не долететь, то есть там классный реки и смысл в чем. Ну, так вот, с инфраструктурой в Мегавайи все достаточно печально. Во-первых, для того, чтобы туда попасть, попасть в Мегавайи несложно. Есть такой городочек, Гулахати, город-миллионник, который расположен в соседнем штате, в Ассаме. Ассам это штай, который производит чай. Чайная столица Индии. Вот, туда можно прилететь с одной пересадкой в Деви, стоит совершенно недорого. И из Гулахати за два часа на какой-нибудь джипике, в общем, можно доезжать уже в Мегавайи и начинать там свои, значит, плавные подвиги. Можно прилететь и в саму столицу штата Мегавайи, которая называется Шиланг, но это будет лишняя пересадка, лишние деньги, в общем, нафиг никому не нужно. Вот, даже по меркам северо-восточной части страны, которая отставая в целом, по индийским меркам, вот, Мегавайи еще более отставая. То есть там есть пара шоссе, но в основном дороги это такие адские грунтовки через джугли. Промышленность там, с целого штата, состоит из ровно двух бетонных заводов. Больше там ничего нет. Сельское хозяйство находится на абсолютно средневековом уровне, потому что, ну, местное население, его немного, им не нужно никого кормить, грубо говоря, не нужно кормить там миллиард населения. Вот, и там распахнут плантации, ну, совсем какое-то незначительное количество этих джуглей. Вот. И там практически отсутствует туризм. Несмотря на то, что там есть абсолютно невероятные, классные природные достопримечательности, местные туристы из других частей Индии туда практически не ездят. А белые уж тем более. Не считая каякеров, за месяц мы видели троих белых. Притом, один из них был явно из миссионерской какой-то тусовки. Вот. Ну, а если нет туристов, значит, нет отелей. Значит, жить особо негде. Значит, отели, их как бы, ну, они там, конечно, встречаются время от времени, но они ужасно дорогие и, как правило, переполненные, потому что жить там реально негде. То есть, это было единственное место в Индии, где я испытывал проблему с тем, чтобы найти место для ночлега. Ну, если я не хочу жить под кустом. Вот. Сами понимаете, что вдоль рек там тоже нет никаких ни отелей, ничего, поэтому жить приходится в джунглях, а это удовольствие достаточно такое специфического характера, потому что, опять же, очень влажно, очень жарко. Например, когда мы начали наш тур, это было вот самое начало октября, было жарко ночью спать не то, что в спальнике, а просто вот как ты есть там голым на пенке. Было настолько жарко, что просто не засыпаешь и все. Но делать нечего, поэтому со временем приходится привыкать и просто, ну, начиная жить в джунглях, мы постоянно использовали москитную сетку, ну, потому что, ну, просто потому что балерия там, еще всякая штука. Вот. В общем, с инфраструктурой в Мегавайи все очень по-простому. Она очень неразвитая. С одной стороны, это, конечно, минус, да, путешествие получается некомфортно, с другой, ну, не самое некомфортное, с другой стороны, там куча неиспорченных цивилизаций мест вообще. Вот. Там большая проблема, например, купить местную симку, чтобы она работала. Соответственно, там куча проблем со связью, никакого Wi-Fi там днем с огнем не сыщешь. Такая дичь дикая. Вот. Отдельный нюанс про Мегавайи – это карты. Вернее, их полное отсутствие. Вообще, в Индии местное правительство страдает тяжелыми формами паранойи. И топографических карт качественных нету в принципе вообще никаких. То есть нельзя прийти в магазин и купить карту. Вот. Google, например, Google карты жестоко врут в Мегавайи. Остальные карты, ну, как бы сервисы с топографическими картами в основном тоже. Есть генштабовские двухкилометровки, на которых отлично изображен рельеф. Он очень правдоподобен и как бы не расходится с действительностью, но названия все дичайше перепутаны просто потому, что... Да бог его знает почему. Ну, потому что они нам не знаю, как транслитерацию местных названий производили. Ну, в общем, ну, ты смотришь, вот эта деревня есть, да, она реально есть. Называется она совершенно по-другому. Поэтому навигация в Мегавайи – это такая проблема. Проблема достаточно большая. Я вам потом, когда буду про речки рассказывать, расскажу пару чудесных историй, как мы облажались с навигацией. Вот. Такая ситуация с инфраструктурой, кстати, говорит о том, что путешествие получается достаточно дешевым. То есть, например, нанять там джип с водителем стоит по нашим меркам каких-то смешных денег. Нам это стоило 2000 рублей, переводим на рубли в день, плюс горючка. Вот. За джип, который вполне вылезает 5 человек, 5 водок на крышу. То есть, это прям вообще коммунизм. Вот. Еда не стоит практически ничего. Жилье, отели дорогие. Но, опять же, если живешь не в отеле, то оно тоже не стоит ничего. Горючка достаточно дорогая. Литр бензина стоит рублей, наверное, 80-90. Но он во всей Индии так стоит, потому что у них нет своих месторождений, они покупают все это в Санкт-Петербургской Арарии. Вот. Но в целом путешествие получается дешевым. Что огромный плюс. Ну, ладно, давайте переходим к самому интересному. Давайте я вам расскажу про реки. За тот месяц, который мы там находились, у нас там команда менялась несколько раз. Сначала у нас было пятеро, потом трое уехали. Приехал еще один чувак. Мы с ним поплавли, он уехал снова. Он уехал, у нас осталось двое. И вот так вдвоем мы и докатывали все то, что там было. Вот. Что нужно знать про реки Мегаваев? Во-первых, это то, что это выходы коренных пород. Соответственно, пороги все... Ну, большинство порогов это... Плес. Потом такой какой-нибудь огромный дробь, ужасный-приужасный. А потом снова плюс. Вода теплая, погода теплая. Все прям чудесно и прекрасно. Вот. Реки север и юга Мегаваев очень сильно отличаются. На север плато обрывается достаточно полого. То есть она так плавненько скатывается туда вниз. И речки юга, они такие... У них очень широкая долина, там нет никаких каньонов. Ну, только разве что вот такие вот, не очень глубокие. Русло очень чистое, то есть пороги там не замуслены камнями, как, например, ну не знаю, там на Алтай или на Кавказе. А это вот прям подъезжаешь, там чистый такой дроп огромный. Или там такая горка, длинная, длинная, большая. Вот. Речки в основном большие. Опять же, никаких на юге, никаких особых там сифонов, карманов и каких-то таких мерзотных неприятностей. Там тоже, в общем, немного. Опять же, потому что это коренные породы, они очень твердые, и в них не вымываются полости. Вот. А речки юга, они совсем другие. Они, во-первых, меньше, потому что на юг плато обрывается очень круто. То есть я вам покажу потом фотку. Вот это плато-плато, оно где-то там на высоте, не знаю, там 1500-1700 метров, который в один прекрасный момент берет и вот так вот вертикально падает вниз метров на 600. Потом вот с таким вот уклоном падает, а потом бахает и оказывается на полном нуле. То есть, как бы это сказать, речки начинаются наверху плато, где они плавненько, так не спеша, текут по этому вот практически плоскому столу, время от времени образуют какие-нибудь слайдики, водопадики. Но поскольку там, ну это выходы коренных пород, вода там как бы не задерживается, потому что их там особо негде задерживаться, в основном это крохотные ручьи. Например, ну мы на верхушке плато проехали только одну речку после ужасного шторма. Все остальное не работало. Слишком мало воды. Потом речка пересекает край плато и таким ужаснейшим огромным водопадом, там под сотню метров падает вниз. И этот водопад приходит такой абсолютно ужасный прорыв, который никак нельзя плавать, там все завалено камнями, и все это вот куда-то вот рушится, а потом это все быстро очень начинает выполаживаться и очень быстро переходит в абсолютную равнину в стране Бангладеша. Это значит для нас, что речки очень короткие. Потому что, ну вот этот участок, который конца ужасного прорыва и до полного выполаживания, он обычно длиной там километров 20-30. Самый длинный маршрут, который мы проехали из этой речки, был 70 километров. Одна речка впадала в другую и потом трекала в Бангладеш. А в основном все речки были длиной там километров 20-30. Просто потому, что плато очень резко обрывается там с двух тысяч до нуля. Вот, такого я больше, честно говоря, нигде не видел. Южные речки, поскольку плато там обрывается более круто, они более узкие, там реально все образуют, ну там образуются настоящие каньоны такие глубокие, откуда, в общем, не везде гораздо можно вылезти. Эти речки более круто падающие и даже твердые вот эти вот коренные породы там как-то так получилось, что они все потрескались и развалились на такие камни размером от слона до пятиэтажки. И все это вот так завалено, все это навалено в русло. То есть южные речки, они такие более замусоренные, более грязные, там уже полно сифонов, там очень много сифонов, всякие такой неприятной фигни. И в основном южные речки, они требуются в плавном экспедиционном стиле, то есть за день уже не проедешь. Нужно там два дня, три дня, потому что из-за такого характера порогов, в общем, преодолевается расстояние очень-очень медленно. Мы как-то один раз облажались с точкой старта и вышли там типа на два с половиной километра выше стандартного места, куда все начинают сплав. И мы вышли, грубо говоря, вот где-то в районе прорыва. И казалось бы, ну фиг ли там два с половиной километра. Мы их преодолевали полтора дня. Просто потому что там такие камни от размера от слона до пятиэтажки, и мы по ним скриками лазили. Два дня, полтора дня растали, прям сильные. Я потом вам покажу фотку. В общем, реки севера и юга, они прям очень сильно отличаются. И начинать лучше с речек северных, потому что они более чистые, более классные в целом. А потом, если вам не хватило, и у вас куча свободного времени, и вы хотите такому настоящему приключению отрыве от цивилизации, там хотите переночевать на берегу прекрасной реки, то вам на юг. А то, что на плато, оно работает исключительно в муссо. Ну, в общем, мы вот застали только одну такую речку. Вообще, в Мегалайе сплавной сезон начинается где-то с конца сентября, как только муссом кончился, и все более-менее стекло, туда можно ехать, уже начинать сплавляться. И заканчивается где-то в конце ноября, иногда в декабре. В общем, когда воды много, можно застать какие-то речки, которые работают на верхушке платоа. А когда в конце ноября воды уже нет, работают исключительно большие речки, которые тихонько где-то туда, вниз уже. Вот, по идее, должен быть еще один сплавной сезон где-то в апреле, наверное. Но в апреле пока там еще никто не плавал, но вроде как там что-то должно быть, должно работать. Что еще рассказать про речки, пока я не перешел к конкретному описанию того, что мы проехали. Ну, в общем, на самом деле, вот такой характер рек, он для Индии, опять же, уникальный, потому что все обычно ассоциируют Индию с Гималаями, а там совершенно другой характер рек. Это молодые горы, где насыпало кучу камней в русло, очень приличный уклон и длинные протяженные пороги. Тут все совсем не так. Здесь уклон тоже приличный, но выбирается ступеньками. И высота этих ступенек, она там может достигать десятка метров, нескольких десятков метров. Вот, и опять же, из-за того, что это плюс порог, в основном, то речки, по крайней мере, те, которые текут на север, весьма безопасны. И это очень классно. Начнем мы с речки, которая называется... Мы когда приехали, первой нашей речке была... Переказ названием Интро. Она течет на юг и представляет собой такой тоже плюс порог, но пороги вот такие вот. Воды было дофига, речка начинается с гидроэлектростанции, но ты приходишь на гидроэлектростанцию и говоришь, чуваки, а можете воду включить? Они такие, ну подожди полчасика, мы сейчас тебя включим. Уходят, включают воду, и ты вот начинаешь плавать по такой штуке. Если говорить о сплаве на катамаранах, то, в общем-то, будет достаточно сложно. Потому что это все-таки хоть и плюс порог, да, но плюсики достаточно маленькие. То есть для каяка там нет проблем после порога, там, если что-то приключалось, там, встать или спасти товарищей, там, зачалицы где-то на катамаране, будет достаточно сложно. Пороги сложные, большие, интересные. Вот это выше, а он летает. То есть, ну вот, порог, а за ним вот такой вот плесик. Очень классно. Вот, единственный минус этой реки, речка грязная, потому что она течет через столицу, и, в общем, плавать в ней не то чтобы очень приятно. Она, конечно, не воняет, но все равно, как бы ты все время почему-то думаешь о том, что да, эта речка течет через столицу. Посередине там такой длинный участок спокойной воды, кафешка, можно зайти там, съесть какое-нибудь местное блюдо ужасное. Вот, потом начинается вторая часть, которая посложнее, заканчивается таким длинным-длинным, офигительным порогом. На этой речке проводится даже соревнование. Беговая Whitewater Fest. Вот, речка едется, ну, на каяке за один день на катамаране, ну, наверное, если не спешить, то за два. Нам будет не скучно совершенно, потому что, опять же, прорисики маленькие. Вот, мы проехали ее дважды. Первый раз было очень много воды, второй раз было поменьше, но в разом нам все еще понравилось. Никаких обносов. Вот, все при желании можно посмотреть, все при желании можно обнести, но смысла в этом большого нет. Долина широкая, по берегам джунгли, самые настоящие. Вот, было очень круто. Вода теплая. Вот мы такие сплавлялись по этой речке, такие, блин, вот стоило 10 лет заниматься каякингом, чтобы наконец-то понять, что бывает сложный каякинг, где можно плавать в футболке, в теплой воде. Вот, для нас это, прямо для русских, очень непривычно, что можно, прямо, не знаю, там, вытянуть юбку и футболку, и поплыть. Это очень здорово. Вот, вторая наша речка называлась Кребай. Кребай, она тоже течет на север, вот, и она такая была уже поменьше, и чуть погрязнее, чем, и более круто наклонная, и более грязная, чем первая Унтру. Такой настоящий крикинг. Но нам в целом тоже очень понравилось, вообще нам все очень понравилось, и легавая. Вот. Вот, там препятствия такие более концентрированные, которые почаще друг к другу расположены, нам британцы сказали, что нужно ехать ее два дня, но мы как-то очень, в общем, здорово уважились за один. Вот, и было здорово. Вот, речка прям наклонена очень прилично. Вот, где-то посередине, вот такой характер у нее, где-то посередине, ближе к концу порожистого участка, там есть вот такой вот суперслайд огромный, запертый вот здесь вот плохой бочкой. Вот, мы долго-долго на него смотрели, потом решили, что он все-таки не едется. Но в другой протоке там был классный, практически чистый водопад, который мы благополучно проехали. Вот такой вот. Вот, это там же, оттуда же. Ну, вот прям прекрасно видно характер. Порог, плесик, порог, плесик, порог, плесик. Но плесики маленькие, и уклон огромный. И, ну, к Тамара, конечно, туда можно впихнуть, но будет очень спортивно. Вот, наша следующая река называлась Копели. И вот Копели, это реально главная причина ехать в Мегавайю. Это прям самая, одна из самых лучших рек, которые я видел в своей жизни. Ну, и не только я, а все участники нашей команды. Вот, Копели, на самом деле, расположена в соседнем штате, Васаме, недалеко от границы, но это по-прежнему мегавайское плато. Она начинается также от плотины, которая здорово регулирует ее расход. Вот, речка большая, то есть ее нормальный расход кубов 100. Но из-за ее характера, из-за того, что она зарегулирована плотиной, она работает практически всегда. То есть ее можно плавать, когда там 20 кубов, и наши парни проплыли ее, когда было 500 кубов. Но нормальный расход там где-то 70-100. Вот, речка течет в широкой долине, через выходы коренных пород, и это прям вот плес порог, как он есть. То есть прям, не знаю, за 5 минут ты гребешь по гладкой воде, подъезжаешь к порогу, начинаешь его смотреть, у тебя начинают волосы шевелиться во всех местах, потому что пороги там ого-го. Любой порог с этой реки был бы украшением любой реки на планете. Вот, ты на него смотришь-смотришь, а потом понимаешь, что порог там, в принципе, абсолютно безопасный. Потому что это выходы коренных пород, там нету просто сифонов, и нету всяких карманов, и всяких залепущих, ну, залепущие бочки там есть, но их не очень большое количество. А за всем этим, пороги короткие, за всем этим отличный участок гладкой воды. Вот, как бы ты ни наприключался, где тебя точно из него спасут. Вот, мы проехали Копеле 4 раза, и это прям было офигенно. Первый раз мы ехали ее полтора дня, проведя ночь на отличнейшей стоянке на берегу реки, а потом просто проезжали, и каждый раз она у нас занимала чуть меньше 3 часов. Вот, когда ты знаешь линии, это прям настоящий кайф. Вот, а еще она невероятно красивая, и невероятно классная. Вот, вообще, все пороги накопили, по тому или иному уровню ванны можно пройти, но мы три обнесли их. Обносы достаточно короткие, в общем, потому что, опять же, коренные породы, вот такие вот плоские, плоские скалы, по которым ты очень быстренько перемещаешься, там, с лодкой, без лодки, в общем, ничего сложного. Вот, но сами пороги прям отличные. В конце это парик, вот такой вот. Ну, это вот обнос. Мы вот эту штуку как бы тоже проехали не по основной струям, а вот здесь вот спрыгнули, потому что там такая бочка, можно вообще там накататься много, отвариться и вылезти. Ну, вот тоже, да, характер. То есть парад начинается вот там, где, грубо говоря, стоит фотограф, и вот за ним прекрасное озеро. Вот, но волны бочки просто огромные. Вся наша команда исключения меня, потому что я фоткаю. Вот, это такая тоже эпичная фотография с огромной бочкой. И опять же, ну, даже если ты в нее попадешь, даже если тебя там вырвет из лодки, ну, ничего с тобой не случится, просто потому что ты вот где-нибудь вот там всплывешь, а дальше озеро, вода теплая, ничего страшного. Вот, это еще один обнос. Ну, он тоже короткий. А это наш лагерь. Вот такие плоские скалы везде вокруг джунглей. В общем, прям милое дело там ночевать. Вот, мы проехали речку четыре раза, и один из них был после шторма. Мы когда проезжали биму плотины, мы просто увидели, что у нее открыты все сливные створки, и там вместо одной течет там шесть их. Вот, и мы такие приехали на старт реки, а там так, оно начинается с такого озера. И мы обратили внимание, что озеро просто на два метра выше, чем до этого, и оно уже не озеро, а течет. И я такой, о, я, наверное, не поеду. Парни такие, ну ладно, мы поедем. Вот, расход увеличился с 500, с сотни губов до 500, и вот там превратилось все вот в такую вот штуку. Вот это, например, фотография до паводка, а вот эта фотография того же места, но уже в паводок. Вот такая разница есть. Но все равно при этом характер реки не изменился. То есть это ужасный-при ужасный порог, за которым пырелся. Но вот тут уже, как бы, стало достаточно опасно, потому что если ты вылезешь, воды настолько много, что ты к тебе можешь там вниз утащить, и ты будешь очень-очень долго всплывать. Но тем не менее, опять же, ничего невозможного. Наши парни проехали это так же с тремя обносами. И такие сказали, да, было классно. Это, кстати, та река как раз, где на старте которой британцы сидели на деревьях, потому что к ним слоны и гости приехали, пришли. Вот. И Копелия, она может стать прям таким удивительным аквафарком. То есть когда ты первый раз едешь, прям тебе страшно все время. То есть выходишь смотреть порог, и думаешь, да ну нафиг, да как тут ехать? Ну кое-как там его проезжаешь, потом запоминаешь линию. Второй раз ты его даже не смотришь. Третий раз ты уже даже перед ним не останавливаешься. И то есть там это отличное место, ты должен организовать там лагерь. Там дорога такая, переезд очень короткий, длина секции там 27 километров. И вот проехал первый раз страшно, проехал второй раз чуть менее страшно, проехал третий раз, и для тебя уже река превращается в такой офигенный аквапарк. Ты уже все знаешь, тебе уже совершенно не страшно, ты знаешь, что все будет хорошо, что будет безопасно. И вот прям чистое удовольствие. Вот. Это, пожалуй, одна из моих любимых речек. И в общем-то мы все сошлись в оценках, что копили это прям главная причина ехать в Мегаварь. Она, кстати, тоже течет на север, соответственно она чистая. Вот. Как раз когда включили шторм, и когда у нас за один день выпало 160 миллиметров осадков жидких, заработал ручей, который течет на верхушке плато. Называется Римбай. Вот. И Римбай, он, в общем, там тоже плюс порог, но он очень маленький, очень мало воды в нем, в большую часть года он не работает. Но вот после шторма, или в Муссон, вот начинают работать вот такие штуки. Там куча чистых свайтиков и водопадов, в принципе, вообще особо ничего сложного, если умеешь прыгать вот такие штуки. Но было очень классно. Вот эту штуку мы не ехали, потому что она падает в камни, тут не видно, но в целом там такие чистые-чистые выходы коренных пород. Ну, за исключением вот этого. Или вот такие вот слайдики. Вот. В самом конце этой речки Римбай обычно все заканчивают на мосту, но после этого моста связка из трех таких монструозных слий, монструозных водопадов. В общем, проехать из наших решил только один чувак, Серега Ильин. И вот это первый слив. Вот. Он прыгает вот так вот, буфит плоско, потому что ему нельзя терять контроль следом в следующий слив. Вот это вот второй. И вот этот третий. В общем, всего за время освоения Мегавайи вот это препятствие проехало, не знаю, там человек пять, и вот Серега, наверное, шестой. В общем, было очень эпично. Ну вот. Потом часть парней уехала, а мы остались вдвоем с Мишей Крутянским, там приехал чувак из Питера, и мы решили перебраться на юг, потому что северные речки мы типа все проехали, и нам нужно, в общем-то, разнообразить наш... Еще две недели где-то плавать. И вот наша первая речка севера называлась Умрау. Вообще они, речки все называются либо Умтру, либо Умрау, либо Умям, потому что Ум – это вода на местном языке. Вот. Южные речки, как я уже говорил, они все отличаются, и все южные речки, которые мы проехали, это все был экспедиционный каякинг, потому что, ну, нужно где-то ночевать было в отрыве от цивилизации, соответственно, мы плавали на груженных лодках. А еще южные речки – это речки в каньонах. Вот. В самих каньонах, понятно, никто не живет, каньоны расположены и всякие деревни, куда можно приехать, они расположены где-то на самой верхушке. Ну и вот, первая наша речка юга Умрау. Британцы нам сказали, чуваки, приезжайте вот в ту деревню, договаривайтесь с местными, чтобы они вам могли спуститься, идти долго, 4 часа. Вот такие, блин, 4 часа долго, действительно. Вот. Приехали, наняли местных портеров. Вот. Местные, они же вот такие мелкие все, но я впервые в жизни видел людей, которые более выносливые, более крепкие, чем нипальские шерпы. Вот парнишка, который мне там ростом до плеча достает, схватил мою лодку и побежал с ней вниз. Просто побежал. 10 килограмм. Вот. Они прям прекрасно приспособлены для жизни в джунглях, они умеют по ним перемещаться, им пофиг, что спуск вот такой крутой, и никакой тропы там нет, он с лодкой берет и бежит вниз. Вот. Ну так вот, мы договорились с этими чуваками, они такие, а чего? Такие 4 часа, мы вас сейчас тут быстро спустим, за час. Ну такие, клево, за час. Ну в общем, за час они нас спустили. И мы такие, дошли донизу, и такие, включили GPS, куля-брони разрушили, что мы на 2,5 километра выше стандартного места старта. Вообще, эту речку до нас ездили только один раз, и вот они как раз, крылопроходцы, начинали на 2 километра ниже. Ну такие. Ну фига ли тут, 2 километра, что такого. В общем, следующие полтора дня мы провели в скалолазании вот по такой вот штуке. Вот он, ты такой залезаешь на самые высокие камни, вот насколько ты видишь до поворота, вот такая фигня, мидать. В общем, это было прям очень тяжелые дни. То есть, ты просыпаешься рано утром, берешь водку на плечо, находишь до первого ближайшего камня, а дальше начинается бодринг с кайком. И вот как-то вот так вот, короче, мы там занимались скалолазанием эти полтора дня приключения были в углуах. Вот где-то по веревкам, где-то так, где-то, ну в основном вот так вот руками там страхуют друг друга, мы кое-как за полтора дня спустились к тому месту, где откуда начинали все остальные такие бары. Да, ну нафиг. Вот, у нас там было, правда, классное ночёк к такой пещере. Вот, было офигенно. Вот, а потом выяснилось, что как бы воды в реке немного, это такой небольшой ручей, который зажат на всем протяжении в таком настоящем каньоне, вот, распадается, ну вот, это, кстати, типичный характер речи к югу, вот такие здоровенные каменюки, которые хаотично навалены, вот видите, между ними куча воды течет, все в сифорах. Всякие маленькие водопадики, уклон очень приличный, но по-прежнему характер реки вот такой плюс порог, так плюсики очень короткие. Вот, кое-где плюсики подлиннее, вот такие вот каньоны с, как бы, сложенные коренными породами, очень красиво. Воды было мало, у нас было приличное количество обносов даже вот на этой секции, но мы в целом решили, что если там поймать правильный уровень, то это будет такой хороший нижний башкаус. Вот, но как поймать этот уровень никто не знает, потому что если слишком мало воды, много обносов, если слишком много воды, то в кольвере все утонут. Вот, а как поймать оптимальный уровень, и когда его, как бы, как в ролике, совершенно непонятно, никаких там линеек там нету, никаких общепринятых примет, когда там хорошая вода, тоже нету, просто потому, что эту речку проехали два раза, и мы были вторыми. Ну, надеюсь, скоро они там, ну, по мере прохождения находятся какая-нибудь статистика, и будет понятно, когда на эту речку лучше всего ехать. В целом, нам очень понравилось, но было тяжело. Для катамарана какие перспективы? Вот на этой речке никаких, слишком маленькая. Мало, да? Я расскажу потом про катамаранные перспективы. Я так-то, честно говоря, надеюсь, здесь увидеть кайякеров, но кайякеров все похит. Следующая наша река называлась Ум-Ям. Это было первопрохождение, опять же, британские чуваки сказали нам, вот там вот должно быть классно, посмотрите там, мы посмотрели снимки с Гугла. Кстати, хотя там нет нормальных карт, но можно, ну, у Гугла очень классные, очень детализированные снимки, то есть там можно очень долго летать и разглядывать пороги. Ну, и мы примерно выбрали место, куда мы хотим спуститься. Приехали в деревню, наняли портеров, сказали, нам нужно туда, они сказали, окей. И мы опять облажались. Но на этот раз мы облажались в другую сторону, мы спустились чуть ниже окончания сложного участка. То есть мы спустились уже там, где особо ничего не было, где был там такой класс 3. Мы поднялись пешком чуть-чуть наверх, обнаружили там офигенно чистый водопад, кучу всяких интересных слайдов, маленькие всякие, ну, малорасходные, такой хороший крикинг. Но водки туда затащить было уже невозможно, потому что ты вот упираешься в такую стенку, ну и все. И ты туда никак не затащишь. То есть нужно было как-то, в общем, Поттером показывать свою дорогу. Вот нам нужно туда, и ты идешь туда, а не туда, куда ты ходишь, ловить рыбу. Вот. Но то, что мы проехали, в общем, вот такие, тоже очень красивая речка, красивый коньон, ну, не сложные порожки образованные, корнями. Перспективных катамаранов особо никаких. Ну, в общем, так, провели время. Давай, давай дня потратим. Вот. Потом была речка Кинши. Кинши, вообще британцы, которые там живут постоянно в этой Мегаваре, считают, что главная река региона это именно не Копеля, а Кинши. И вот это вот прям действительно карточка, вот этот вот слив. Если, как бы, открыть любой альбом любого каякера из Мегаваре, то там можно на обложке увидеть вот этот вот, как раз вот этот слив. Кинши так же течет на юг. Она большая, это речка расходом кубов, наверное, 70-80. Мы были на ней дважды, и оба раза у нас было очень много воды. В общем-то, нормально заняться каякингом нам, в общем-то, по сути дела, не удалось, потому что первый раз был такой очень серьезный передоз, и мы обнесли, наверное, половину. Но все пороги этой реки к тому или иному лунной воды могут быть и были пройдены. Но как? Мы, честно сказать, не поняли, потому что это такой международный класс 5-6. Все, что класс 6, мы обнесли, а этого было реально половина. Вот. Но речка невероятно красивая. Опять же, характер плюс порог, но пороги там ого-го. Это наш британский друг, он за его спиной такая тоже известная штука водопадши long in the box. Его ездят, но по очень маленькой воде. Мы не ездили. Опять же, такие очень приличные сливы со всеми пирогами. Вот этот тот же слив у нас с другой стороны. Речка невероятно красивая. Вот. Но пороги уже такие грязные, там есть сифоны, в общем, нужно прям все не бесплатно. То есть, еще бешься и уходишь. Вот. В целом, в нее запихать, катамаран запихнуть без проблем. Но это будет очень суровое приключение, потому что, ну, просто потому что. То есть, мы обнесли, первый раз, когда мы ездили, было много воды, чуть поменьше, но мы обнесли треть. В общем, в таком вот режиме можно имплантить на катамаране. Самое интересное, что порожистый участок там, ну, он длиной, наверное, 6 километров. Всего секция 20, а порожистый участок длиной 6 километров. Но эти 6 километров нужно будет преодолевать ну, несколько дней. Вот. и нашей последней рекой, мы оставил, один из наших товарищей уехал, мы остались вдвоем с Михой и решили, значит, закончить наше путешествие на очень высокой ноте и проехать самый длинный маршрут Мегавайи, речка Ваблей, которая опять впадает в Кинше. То есть проехать приток, а потом сплоть Пакинше второй раз. И нам опять же британцы рассказали, ну, там, короче, ну, там все классно, там все вообще есть, все, что вам нужно, сложный сплав, все как любите, но там есть 2 километра, ну, так, не очень. В общем, Ваблей был бы реально офигительной рекой, одной из самых лучших, наверное, в Мегавайи, если бы не эти 2 километра. Потому что эти 2 километра, где речка падает вот так, через чудовищное нагромождение камней, которые ведь 2 километра, мы из них, наверное, сплавились метров 300. Все остальное это было опять скалолазанно с каяком. Было очень тяжело. Но то, что было до, и то, что было после те 300 метров из этих 2 километров, которые мы проехали, были просто офигенные, действительно. Вот это типичная картина рек Юга-Мегавайи. Все в сифонах, все куда-то утекает. Вот это прикольно, прикольно, очень чистый слайд как раз посередине вот этого 2-километровой секции. Вот, я его проехал, он еще почему-то не стал. Сложная секция окончается вот таким офигенным лодопадом. Совершенно непонятно, какой он высоты, но он высотой 20 метров. И мы такие пришли вот на этот край, такие, блин, как его обносить, нафиг, сейчас тут привязываться нужно, мы с собой это сквозное снаряжение как-то набрали, сейчас такие тут будем, полдня потратим. И тут оттуда не возьмись из джунглей вышел мужик в шортах и сказал, что тут делаете? Он такие, а где тут обойтенку? А вон там. И он показал нам тропу, которая спускалась к его рыболовной хижине, и мы, в общем, очень здорово себе сократили трудности. Вот, без того, чтобы лазить там по веревкам в импровизированных как в вязках, мы как-то руками смотрели наши кайки вниз и было классно. Вот, речка маленькая, все в камнях. А, вот это так выглядит край Плато на юге. Вот, то есть это прямо по-настоящему, ты вот стоишь вот здесь вот наверху и ты видишь, как вот эта стенка обрывается метров там на 200-300. Вот, на самом деле это фотография к следующему разделу даже моего рассказа, ну ладно, бог с ним, с этим и рассказом. Вот, мы проехали за этот месяц практически, ну все речки, которые работали в это время, в которых была вода. Мы не проехали только одну, она называется Унги и мы не проехали мы ее по одной причине. В общем, ее всего ездили три раза и два из них очень трагические. Вот, то есть там первый раз утонула девчонка к совершенно неведомой причине, то есть это было первое прохождение, они приехали и посмотрели водопадный дробь. Абсолютно чистый вот. Так как тот, который я вот один из тех, который я вам показывал. Она прыгнула, заварилась, вылезла из ротки и больше никто не видел. Что случилось, никто не знает. Не нашли что? Через год нашли в GoPro. Короче, там есть такая штука. А там может или крокодилы водят? Нет. Короче, там есть такая штука, но это мое предположение. Может быть, видели, опять же, в Карелии, вот ровная, на берегу ровная какой-нибудь, ровная скала и у них такие углубления, которые, когда вода поднимается, в общем, туда попадает камень, начинает там вращаться, потому что вода течет и делает такую дырку. Вот в Мегавайи полно таких штук. Иногда это превращается в такие дырки, то есть ты можешь допрыгнуть и вылезти снизу. Кое-где мы такое видели на берегу, возможно, она попала в какую-то такую хрень. Забило-то на это все. Ну вот, кто не знает, все в шоке. Ровно через год в тот же день утонул американский каякер, который попал под бревнон. И местные жители от этого всего были в шоке, потому что их активно привлекали к спасработам, и они решили, что им нафиг не нужны здесь люди, которые регулярно тонут. И нам сказали, ну вы, конечно, можете тут отзвездить, ну пожалуйста, как-нибудь с местными поаккуратнее, там на глаза не попадаете, скажите, что вот аккуратно, аккуратно. Ну и у нас времени особо не хватило, и мы решили туда не плавать. Ну, в общем, решили, решили, не плавали. Вот. Что в Миколае по поводу первопрохождений? Поле непаханное. То есть ты смотришь на карту и понимаешь, что речек там нехожанных, ну просто умотаться. Уж точно не меньше, чем хожанных. Но есть нюанс. Все, что западнее реки Кинша, течет через места, населенные недружелюбными, вооруженными людьми. Поэтому плавать там, ну, так. Вот. Но там течет стравензая речка, которая, по идее, должна быть очень интересной. Вот. Поэтому Google вам в помощь. Вот. Можно все пороги разглядеть, снимки хорошего качества, в общем, там найти можно еще, я думаю, очень много всего. Вот. Чем заняться в Миколайе помимо сплава? На самом деле, не так уж и много всего. Первое, это там есть отличный трекинг, который начинается вот на краю платоа, потом вот с такими вот видами ты спускаешься через свой край, падаешь там на тысячу метров вниз по крутой тропке и выходишь вот к таким вот офигительно классным бассейном натуральным, в котором можно плавать. А то тут водопадик наверху, это вот он и есть, который был в предыдущей фотке. А потом, там есть живые мосты. Я вот нигде больше не видел таких штук, мегавайцы освоили строительство живых мостов, такая биоинженерия. То есть они берут, натягивают трос какой-нибудь, а рядом сажают, ну или оно там уже, например, растет, каучуковое дерево. И они берут его какой-нибудь корень и, короче, оборачивают вокруг этого троса. И он начинает расти, как бы оборачивая этот трос, продолжая расти на другую, вот туда, куда ты его направил. И так один корень перекинул, второй корень перекинул. Я, кстати, так и не смог у них узнать, сколько именно времени выращивается живой мост, но получается очень классная штука. Это выглядит натурально, как в мартале. Ты вот идешь по дереву, которое вырастили люди туда, куда им нужно. Тоже живой мост. Вот, но этот трекинг, он, к сожалению, очень короткий, он всего за один денек там пробегается. Вот, можно, конечно, помимо вот этого трекинга, можно присоединиться к рыболовному безумию. Рыбы там полно. Вот. Золотой Максир, самый такой престижный трофей, это такая рыба с такими здоровенными, золотистыми чешуями и с усами, как псом. Вот. Местные все время их ворят. Потом, что еще? Там есть пещера, самая глубокая в Индии, но про это я, честно говоря, ничего не знаю. Потом, судя по характеру вот этих вот камней и скал, там должно быть какое-то а-ля скалолазание. Но, опять же, на скалолазание даже непробитые маршруты, там, конечно, ничего не пробитого, но, тем не менее, вот не знаю, как в Бондаре их найти, я думаю, там можно. Культурная составляющая, ну, в общем-то, наверное, нет, потому что, ну, потому что культура племен, она, как бы, передавалась с уста, она устная, никаких там особых построек, каких-то специфических ни черта, там, всего этого нет. Плюс христианство, которое, все это древнее язычество, которое там было, оно все это, в общем, нивелировало. Вот, то есть, с культурной точки зрения смотреть особо нечего. Еще очень классная штука, это посмотреть на Бангаладеш с края плато. Ну, казалось бы, да, Бангаладеш, что мы знаем о Бангаладеше? Да, нихрена мы не знаем. Знаем только то, что там, сколько же людей, сколько в России, на территории, которая там на несколько порядков меньше. Вот, самое, одно из самых быстренаселенных мест. Так вот, Южная речка, не утикает Бангаладеш, ты такой пулешь, через каньон, вокруг джунглей, такие так классно, каньон, красиво, и тут в один прекрасный момент, бах, и все это выключают, ты оказываешься перед такой бесконечной равниной, на которой нет абсолютно ни хрена. Там даже нет камней, потому что камни, ну, Бангаладеш, бедная страна, потому что местные эти камни, которые вытаскивают река, течением, они их, в общем, дробят и вытаскивают куда-то на стройку. Вот, Бангаладеш выглядит, вот с края плато, когда ты смотришь, Бангаладеш, во-первых, туда закат уходит, и тебе кажется, что ты смотришь в океан, потому что он такое бесконечное болото. Но вот, если ты присматриваешься, видно, что это все-таки не океан, а именно отдельные какие-то водоемы, и в Бангаладеш нет абсолютно ни фига, и вот ты смотришь с края плато и думаешь, никогда туда не поеду. Но выглядит очень классно. Вот так вот это выглядит, собственно говоря. Вот это все, вот это вот болото, это будет Бангаладеш, добро пожаловать. Вот. Что сказать в итоге про сплав Мегавайи? В общем, место уникальное, действительно, таких мест реально мало. Речка Копеле, реально одна из самых лучших речек, которые мне доводилось, видите, одна из тех, которые, организационные являются лучшими речками на планете. Какие есть плюсы? Ну, опять же, уникальность места, то, что это дешево, то, что это тепло, то, что там огромный потенциал для первых прохождений. Что отнести к минусам? Короткий сезон? Ну, 2-3 месяца. Непонятки с водой? Потому что можно, ну, если Мусон задержался, как у нас, можно нарваться на передоз. А если Мусон был слабый, то будут работать только какие-то очень крупные речки, а их там не очень много. Неразвитая инфраструктура. То есть, когда ты там, грубо говоря, две недели настроился на поход и живешь в джунглях, это еще нормально. Когда ты живешь там месяц, ну, под конец уже надоедаешь, что все постоянно мокрое, что всякие маленькие ранки из-за влажного клипота нифига не заживают, то, что тебя пытаются укусить всякие заразные фигни. Вот, я там, например, подхватил какой-то неведомый грипп и очень долго думал, что у меня лихорадка Денги. Там, три дня лежал пластом с огромной температурой. Мне кидало там то в жар, то в холод. Я думал, у меня сдохну. Ну, нет, ничего, прошло. Вот, в общем-то, такие минусы. Что касается катамаранинга. В общем, речки все короткие. Ну, реально, самое длинное вот это 70 километров, при том, ну, первый приток в Аблее уехать на катамаранинга нельзя, слишком маленький. То есть в основном длина река она там составляет 25-30-35 километров. То есть для МКК-шного маршрута, который должен быть 100 километров в 10 дней, не хватит. Ну, если логистика нормальная, то же река? Логистика более-менее, да, но опять же... Собирает пускам. Опять же, в Миколае нету простых речек. Все, что мы проехали за исключением одной, было в международный класс 5. Из-за характера препятствий для катамарана, в общем, катамаран без проблем влезет в кинши, кунтру по большой воде, может быть, еще в пару рек. Но характер рек такой, что будет ого-го. То есть это будет прям такое приключение при приключении. И день, ну, на это нужно будет потратить реально много дней. То есть то, что там на каяке можно ехать, грубо говоря, за 3 часа, если знаешь линии, если на катамаране ты не знаешь линии, можно ехать это там 4 дня, неделю. Ну, и в принципе, в принципе, наверное, это даже классно, потому что там, ну, пожить в джунглях тоже интересно. Вот. Регион с потенциалом, регион с офигенными местами. У меня многие спрашивают, я же так-то коммерческие туры организую в Индии. Меня вот все спросили, буду я водить коммерческие туры в Мегаваре. Нет, не буду. Потому что очень сложно, ну, речки сложные. Нафиг мне нужно организовать коммерческий тур квас 5. Кто-нибудь еще утромет, дай бог. Во-вторых, очень неразвитая инфраструктура. Вообще, люди, которые платят деньги за коммерческий туризм, они не готовы жить под кустом. Ну, и я тоже не готов за эти деньги жить под кустом. Вот. Хочется чем-нибудь покомфортнее. Ну, в Индии полно таких мест. Вот. Но оставим Мегаварю тем, кто хочет реально сложного сплава, кто любит путешествия вдали от избитых маршрутов, потому что Мегаваря такая экзотика, при экзотиках. Наверное, это, пожалуй, самое экзотичное место в мире, где я бывал. То есть, оставим это тем, кто любит самостоятельные путешествия, кто любит сложный сплав. Вот. Если вы из таких, пожалуйста, присоединяйтесь к своей Мегаваре. Что еще сказать? Поеду я снова в Мегаварю? Да, поеду. Мне очень хочется проехать кинши по нормальной воде, когда там был генианский передоз. И, кроме того, Мегаваря очень удачно расположена с точки зрения логистики. Да, это, кстати, мой сайтик, я потом покажу. Вот. Ну, вот это Мегаваря, да? А вот эта штука называется «Начал Прадеж». Это Гималай уже. И, как бы, вот это место считается многими наиболее перспективным в плане сплава в Индии дальнейшего. И мой хитрый план заключается в следствии, чтобы там, в следующем году или через год приедет в Мегаварю, чуть попала здесь, а потом потратит там месяц или полтора на исследование вот этого региона. Вот. Если слышали, там, Дибанг, Диранг, Сиянг, это все там в начале. Вот. Поэтому место интересное, место уникальное. Русских там было, не знаю, ну, до нас там никто не сплавлялся из русских абсолютно точно, а всего туристов было там русских, ну, не знаю, пара десяток. Вот. Если любите такие места, пожалуйста, приезжайте. Откуда ты узнал про это прием? От британских друзей. То есть, я когда первый раз приехал в Индию в 2015 году, я познакомился с Танцкаумом, который как раз был одним из первооткрывателей этого места. Он сказал мне, блин, чувак, поехали с нами в Мегаварю прямо сейчас. Я такой, нет, я хочу вот туда, на северо-запад, а северо-восток как-нибудь потом. Мы такой, ну, блин, ладно. Ну, смотри, вот это, типа, самое-самое, самое-самое, что есть в Индии. Самые сложные каяки, которые есть в Индии. Ну, и я как-то запомнил это место и стал поэтому послеживать за этим. Стал послеживать за этими британцами, которые следуют Новые Речки. Вот. Они туда подтягивали народ, организовывали там соревнования, делали всякие видосы, и я смотрел, и мне действительно нравилось. Вот. У меня достаточно долго не получалось туда выбраться, потому что, ну, то, что было особо не с кем. А вот тут я наконец-то уговорил своих дружочков пирожочков приехать ко мне в Индии. Они приехали, они как-то так-то фанаты именно сложного каякинга, и такие, о, это было то, что нужно. Молодец. Ну, вот такая история. А есть более сложные районы, чем никогда? Ну, в мире-то, конечно, есть. Ну, вопрос не в том, что это более сложные. Неужели они сложнее, чем гималайские, чем те же самые равоначальские? Гималайские речки, они все примерно одинаковые. То есть, длинные пороги, замусоренные камнями. Хороший уклон, да. Да, само собой. Если быть до конца честным, то, как бы, такой тип, он достаточно сильно приедается, и достаточно быстро. То есть, грубо говоря, если ты видел там десяток гималайских порогов, ты видел их все. А вот мегавария, это именно уникальная тема из-за выхода в коренных порог. То есть, это не хуже, не лучше, да, это просто совершенно другое. И вот, такие штуки, как в мегавария, встречаются гораздо реже. Собственно, ее преимущество перед гималайами именно в этом. Что, хотите что-нибудь спросить? Видосик какой-то? Видосики в процессе создания. То есть, мы совсем недавно оттуда приехали, все в делах. Вот, все будет обязательно. А что там с местной кухней? Ты говоришь, где-то, где-то. Местная кухня, можно и кухню съесть, или слона. Лягушку можно и во Франции собрать. Да, согласен. Местная кухня, она очень простая. Во-первых, просто потому, что там не развит туризм, и там не развита вот эта вот, как бы, тема там, накормить гостя, да? Вот, то есть, еда очень простая, на основе, в основном, лица, но, однако, со всякими разными мясными штуками. Например, индусы, которые приезжают из центральной части Индии, они прутся и говорят, прям, мигавайская кухня это самое-самое вкусное. Самое-самое вкусное просто, что с мясом. Вот, то есть, ничего такого особо специального нет. Еда не у вас правит, в отличие от всей остальной Индии, но мигавайи известна в первую очередь тем, что растет самый ядреный съедобный перец. Этот перец обычно подают отдельно, потому что, если смешать его с едой, может, как бы, разорвать на части. А, еще такая веселая штука про мигавайи, ну как, веселая, не веселая. В совсем недавнего времени основной источник дохода штата был незаконная добыча угля. То есть, вот эти вот коренные породы, где-то между ними как бы, сохранилось какое-то количество осадочных пород, которые, собственно, уголь. Вот. И мы видели эти шахты. То есть, это были реально, ну вот, реально кротовые норы вот такой вот ширины. Вот. Какой-нибудь там тренога сверху такая здоровая, чтобы уголь выгребать. Ну, это там, я не знаю, как они работали люди. То есть, это реально кроксины и норы. Не так давно весь этот незаконную добычу угля выйти запретили в мигавайи. И там были даже бунты. Типа, потому что людям было нечего делать. Вообще, мигавайи управляют угольные бароны. А еще такой прикольный нюанс, например, пулешь по киньше такой, встаешь на стоянку и начинаешь собирать там плавник для того, чтобы костер рожечь. А плавника мало, потому что разница между мусонным уровнем и мусоном, она огромная. И мусон все смывает к фигам собачьим. Вот. И после лета там сложно искать этот плавник. Ну, ты такой, идешь, о-бах, кусок угля взял, принес. О-бах, еще кусок угля. Уголь, конечно, воняет, костер на нем, готовить на нем не очень прикольно, но вот ты можешь взять и сделать костер из угля. Уголь вот прям под ногами валяется. Слушай, а вот вы спали там в палатку, говоришь, там кто-нибудь какие-то, какая-нибудь гадость залезть ночью в палатку не может тяпнуть? Ну, мы спали под москитной сеткой именно для того, чтобы никто нас к нам не залез. как там нет никаких агрессивных змей, нафиг змей я к тебе заползаю. А, получила какая-нибудь и дарила. Ну, да, пить же вряд ли тебя змей как бы избегает. Ну, москитная сетка как хомаров, хомары тебя хотят. Вот, они могут переносить какую-нибудь дрянь, там тоже денги или малярии. Вот, за все время освоениями Гавайи, только двое кайякеров спили малярию, что в принципе очень неплохой результат, потому что из Уганды там каждый год как бы каждый второй приезжает с малярией. Здесь все не так страшно, тем не менее щелкать клюву не надо. Вот, вода, ну, воду из реки, конечно, лучше не пить, ну, просто потому, что она очень теплая и в ней живет все на свете. Можно набрать каких-нибудь паразитов и привезти их домой. Что вы пили? Ну, у меня есть такая штука, ультрафиолетовый стерилизатор. Ну, грубо говоря, ультрафиолетовая лампа, которая за минуту в бутылке литровую убивает все живое. Вот это мы пили. Вот, ну, нигде в воде нельзя пить воду из реки. Так получилось в южный раз. У нас можно. Хотя тоже с оговорками. Я как-то на Алтае воды из челушмана попил и на 8 дней залег в больничку с кишечной инфекцией. Теперь даже на Алтае фильтровую воду. Ну что, спасибо. С собой еду убрали? С собой еду убрали? Нет, зачем? Смотри, у меня это было очень длинное путешествие. Мы начали с Аней в августе, да, и начали с абсолютно противоположного конца страны, с северо-запада, с Кашмира. Вот, на 4 месяца какую-нибудь там берешь. Нет, ну, в процессе, там, такие места дикие, скажем так, ты же не знаешь, где там в джунле или в джунле А, ну, это понятно. Когда у тебя подразумевается ночевка в поле, да, а не в населенном паути, естественно, мы брали либо. Вот, в Индии там с этим проблем особых нету. Только с мясными консервами. Мясных консервов там нет. Что, для Голая нет консервов слонов? Час? Слонов едят, консервы не едят? Слонов едят там? Да, едят все вообще. Их же нельзя. Их же какие-то там краснокнижные. Они вообще на это все плюют. Даже коров там едят. Краснокнижные животные. Ну, в Мегавайи на это все плюют. Вообще, в Индии есть три вида животных, которые защищены больше, чем люди государством. Это слоны, тигры и коровы. Что, носороги там? Носороги, по-моему, уже всех извили. они красном только в заповедниках. Ну, например, с тиграми там есть такие места в Индии, которые называются Tiger Resort. Там, если рейнджеры обнаруживают там человека, они сначала в него стреляют, а потом разбираются, кто это. Вот, поэтому в тигры резорты лучше не попадать. Если это был другой рейнджер. А, наплевать. Другие рейнджеры. Другие рейнджеры. Вот, вся вот эта инфа, которую я вам рассказал, может быть, где-то больше, где-то меньше, она появится на моем сайте китикетурайд.ру. Вот, весной я собираюсь снова в Индию, но в другую ее часть, туда в истоке Ганга, на запад страны. Вот, буду там водить всякие коммерческие туры для каякеров. Ну, и буду пешком кого-нибудь водить в горы, потом, может быть, в Непал поеду. Вот, если есть желание, присоединяйтесь. Если вас интересуют какая-нибудь вопросы логистики Азии, Индии, Непал, я, в общем, тоже могу все это организовать. Вот, для Ибатулина на Ру я организовываю логистику для Цветковой. Сейчас на Тулибере я организовываю логистику. В общем, обращайтесь. Вот, если хотите, вот мои визиточки. Вот, соберетесь в Азию, дайте знать, может пересечаться. Спасибо, что пришли. Спасибо тебе. Вот, меговая интересная тема, но специфическая. Сразу говорю, речки короткие, речки не совсем катамаранные. Ну, да. Вот, хочу сказать спасибо компании Сплав. Они меня приодели для этого путешествия. Без них я бы, наверное, там растаял бы в мегавайском дожде. А что ты с тобой играл в Сплавовском? Ну, на самом деле, они же не делают специально каячного снаряжения, да, все остальное, что непосредственно несплотное, у меня было от Сплава. в сплавах. вот,